это меню список гостей и даже сам вечер спланированный есть четкий план а вы в него не вписываетесь и портите замысел и чтобы продолжить я должен понимать вы с нами или с ними это крайне крайне важно цитата из народного интервью с дмитрием зодчим зачем фильм замысел переполнен различного рода символикой не могу согласиться насчет переполнен ровно столько сколько требуется фильму для выполнения своих задач не больше не меньше начать нужно с того что символы и знаки не принадлежат никому пользоваться может любой а точнее тот кто знает как пользоваться я применяю фильме знаки используемые различными культами аллегории аллюзии на знакомые зрителю образы например фильме множество христианских образов но это вовсе не значит что фильм христианский главное что образы известны зрителю цитата окончена сражаются не люди не армии и не государства и даже не идеи сражаются символы демонстрация в окружающее пространство различных оккультных символов и кодов это магические ритуалы необходимые для материализации намерений магов оккультистов магия алхимия каббала и масонство неразрывно связаны той тьмой которая является матерью и первоистоком для тех кто считает своим богом люцифера деницу несущего свет сын погибели нечистый откровение иоанна богослова или апокалипсис является универсальной шифровальной дешифровальной книга оккультистов символизм замочной скважины можно наблюдать на печати соломона третьего еврейского царя сына царя давида и вирсавии аврора давидовна заслуженный учитель во время царствования соломона в иерусалиме был построен первый иерусалимский храм главная святыня иудаизма кстати буаз и яхин это те самые столбы при входе в храм соломона многие знания многие печали всему свое время фраза произнесенная своем тоже принадлежит израильскому царю соломону дословно она звучит так потому что во многой мудрости много печали и кто умножает познание умножает скорбь меньше знаешь крепче спишь сыну фраза про камни тоже принадлежит соломону время разбрасывать камни и время собирать камни и время время обнимать и время уклоняться от объятий площадь святого петра в ватикане была спроектирована виде замочной скважины а на гербе ватикана присутствуют перекрещенные ключи а это символ подвески казначея масонской ложи в каждой масонской ложи избираются или назначаются офицер ложи для исполнения необходимых обязанностей для поддержания жизни и работ ложи вспомним что банк ватикана или институт религиозных дел это единственное в мире абсолютно независимое финансовое учреждение банк дает возможность крупным корпорациям созданным для религиозных благотворительных научных целей инвестировать средства привлеченные на их счета конфиденциальные безуплаты налогов без причина открыть счет юридическому лицу в банке ватикана не получится итак банк ватикана это казначей великой масонской ложи о чем нам кричат ключики на гербе ватикана беги беги бежать то никуда все дороги ведут рим равно такой же символ казначея масонской ложи присутствует в сцене творчества у зодчего этот же символ зодчий показал на превью к одному из своих роликов но по совершенно случайному совпадению после того как я озвучил о своих догадках про казначея дмитрий зодчий поменял картинку на превью к своему ролику вот только в кэше телеграм-канала донфильма до сих пор висит первая версия превью с ключиками уж так устроен телеграм что какая первая картинка была на превью во время публикации ролика то и останется на вечно к слову сказать символизм замочной скважины но и был замечен в старом советском фильме в сказке волшебный голос джельсамина объявляю вам королю дурынди что вы и лысый а теперь смотрим на заднем плане герб одноглазый символизм и замочная скважина одноглазый символизм и замочная скважина ну и в мире достаточно сооружений форме замочной скважины некий портал на другие уровни на другие ярусы одному кивнул другому моргнул а 3 и сам догадается всевидящее око масонский символ символизирующий великого архитектора вселенной наблюдающего за трудами вольных каменщиков подмигивание глазиком также отсылает к этому масонскому символу который фильме у зодчего встречается множество раз да старые друзья примечательно то что режиссер дмитрий в своей зодческой работе перевернул на металлофоне пластину с буквой g вверх ногами обратив на это наше особое внимание что хотел показать этим трюкам дмитрий зодчий у любой штуки есть разработчик что уж говорить о такой штуки как мир и в любой разработке есть пользовательский интерфейс красивые заставки динамика и тому подобное а есть интерфейс разработчика и там не так красиво там по делу коды управление но там суть дмитрий зодчий давайте представим что мир сотворен по принципу игры в которую ты вовлечен в реальность играешь прожигая дни только жизнь потеряв заново игру не пройти но программист который создал виртуальный мир инструкцию для юзеров нему приложил ты можешь раз за разом жизнь терять но нужно в артефакта так и не достать то стоит тебе открыть мануал своего персонажа без проблем прокачал намек надеюсь понял замечено параллель есть верховный программист хотя бы в это поверь после того как люди наделали костяков и всех народах он выбрал самых опытных игроков вручил им тору как бесценный дар ты действительно ламер если ее не читал эй веселей братан не кисни хочешь разобраться в чем смысл жизни туру читай учиха сидут тогда твои поступки смысл обретут в жизни тебя ждут новые свершения где-то обрезание в основном прибавление я не отказываюсь тебе это привилегиями лучшие геймеры в жизненной стратегии символ g отсылает нас к великому архитектору признание существования оного как верховной сущности является одним из основных и незыблемых принципов масонов и соответственно иллюминатов при этом как правило принадлежность масона какой-либо религии не является обязательной и объявление адресованная узнику отсылает его в бюро того самого великого архитектора здравствуй на кто-то такой я главный архитектор я создал матрицу ты сообразительнее остальных матрица намного старше чем ты думаешь я предпочитаю лимитировать эпоху матрицы очередным системным сбоем и в таком случае это уже шестая версия ты меня слушаешь нео или смотришь на девицу в красном это не буква с это другая буква он там шахматы любитель черно-белое совать ты объяснишь что не нужно значит говоришь любитель шахмат а что плохого в шахматах ничего кроме того что шахматы это ловушка для ума и сердца в масонских ложах всегда шахматный пол символизирующий соседство света и тьмы доброго и злого начал в мире а также мировое равновесие балансы нарушены вы переусердствовали участие управление ловушкой добра и зла самая главная и мощная ловушка несущий свет соорудил ее первой остальные уже от нее устроились циркуль один из символических инструментов масонства символ предела ограничения и сферы ответственности универсальный код 666 имеет свои корни в 13 главе 66 книги апокалипсиса иоанна богослова в библии короля якова цитирую здесь мудрость кто имеет ум тот сочти число зверя ибо это число человеческое число его 666 знак 666 наиболее часто демонстрируется в пространство адептами люциферианство важно заметить что в нумерологических кодах шестерка условно приравнивается девятки 69 символизирует знак и я даже визуально в масонстве существует ступень посвящения королевская арка еноха на которой отображено 69 или зодиакальный знак созвездия рака который также присутствует в камере заключенного в фильме замысел дмитрий зочи демонстрирует этот код 666 на игральных костях а в номере телефона оставленном на сайте дон фильм мы также можем наблюдать эти пресловутые три шестерки пошел в школу немного разочаровался было скучно ожидал чего-то большого а там мама мыла раму но все равно прилежно учился был круглым отличником учителя часто ставили шестерки при пятибалльной системе вы можете посчитать самостоятельно и убедиться что ступени окажется по чистой случайности ровно 13 если обратить свое пристальное внимание то можно заметить что сегодня мы зациклены в двенадцатиричную систему 12 знаков зодиака 12 месяцев в году циферблат часов разбит на 12 а раньше естественным был лунный календарь из 13 месяцев так как в году 13 новолуний древние народы так и говорили не 5 месяцев опять лун да и русское слово месяц по календарю одновременно означает месяц луна сначала люди поклонялись солнцу как животворящему началу как символ жизни а потом некоторые люди пошли в оппозицию и стали поклоняться луне как началу неживотворящим холодным мертвому луна была для них символом не жизни о смерти у них были особые причины интересоваться не жизнью а смертью а поскольку в году 13 лун то они стали собираться в кружки из 13 человек отсюда и пошла вся эта символика про чертову дюжину это те самые кого в средние века жгли как ведьм и колдунов и тогда во время инквизиции их называли враги рода человеческого а во времена большой чистки сталина и стали называть враги народа ничто не ново под луной нужно только знать историю григорий климов князь мира сего все масонство напрямую связано с еврейством и библией число 33 одно из основных сакральных оккультных чисел иисус христос был распят в 33 года это то откуда тянется шлейф этого года 33 позвонка в человеческом позвоночнике илья муромец лежал на печи 30 лет и три года не владел руками и ногами а затем получил чудесное исцеление от волхвов в чешуя как жар горя 33 богатыря александр сергеевич пушкин сказка о царе салтане жил старик со своей старухой у самого синего моря они жили ветхой землянки ровно 30 лет и три года александр сергеевич пушкин сказка о рыбаке и рыбке в 1942 году в русском алфавите официально становится 33 буквы добавляется буква йо за 1 стризме на горе меру живут 33 тенгри во главе с верховным божеством ахура мазды 33 это высшая степень масонства царь давид правил в иерусалиме 33 года из сакральных текстов множество религий мира мы можем видеть что число 33 имела очень важное значение с незапамятных времен известный писатель и масонский философ менли палмер холл также был масоном 33 степени альберт пайк был масоном 33 степени и главой южной масонской юрисдикции шотландского обряда масонства его монументальная работа морали догма остается в списке самых почитаемых книг о сути масонства а фиолетовый или пурпурный цвет является излюбленным цветом адептов люциферианство и наш фиолетовый медведь в древнем мире фиолетовый цвет был редкостью греки знали только один способ получить фиолетовый краситель он добывался из определенного вида морской улитки для получения красителя нужно было собрать и переработать огромное количество улиток что определяло очень высокую стоимость фиолетового фиолетовый цвет считается королевским шотландский обряд масонства 33 степени предусматривает ношение шапочки символикой бафомета это фотография суверенного великого командора южной юрисдикции генерала альберта пайка символом бафомета на груди слева карта таро иерафант с первосвященником держащим посох символом бафомета и по какой-то невероятной случайности курительная трубка своя из замысла очень напоминает трубку альберта пайка винсент перуци венецианский огранщик был первым кто вел в конце 17 века увеличенное количество граней короны алмаза 17 до 33 это бриллианты тройной огранки или бриллианты перуци тем самым значительно увеличив огонь и блеск ограненного камня знак который постоянно демонстрируют адепты люциферианство означает не пирамиду как мы всегда полагали а бриллианта гранки перуции с тридцатью тремя гранями наброшив вознице также светится алмаза гранки перуции с тридцатью тремя гранями вероятно именно благодаря своим светопреломляющим качеством наряду с правильной нумерологией алмаз был выбран современными оккультистами чтобы символизировать связь с люцифером он же светоносец сияющий утренняя звезда служа этому как его но наиболее важным и наиболее часто используем методом достижения эффекта 33 является сочетание сдвоенных букв м которые если повернуть их боком выглядит как 33 что это за жидкость собачья кровь символику надеюсь не надо объяснить нет не дурак читал кое-что цитата алхимия это тройственное искусство его тайна ясно обозначена треугольником ее символ три раза по три три элемента или процесса в трех мирах или сферах три раза по три является частью тайны 33 степени масонства ибо 33 это три раза три то есть 9 число эзотерического человека и число эманаций от корня божественного древа цитата окончена тайные учения всех времен менли palmer hall во время обряда посвящения в масоны прежде чем войти посвящаемый должен трижды постучать в дверь храма это ритуально символический жест в английских масонских катехезисах объясняется посредством следующего стиха из евангелия от матфея просите и дано будет вам ищите и найдете стучите и отворят вам я же говорю постоянно с библией будут отсылки троекратный стук в данном случае символически намекает на святую троицу христиан ибо еще в 18 веке существовал обычай освещая новый храм христианский священник трижды обходил вокруг него каждый раз стуча в закрытую дверь досточтимый мастер ведущий церемонию трижды стучит по столу деревянным молотком в это время братья зажигают три свечи расположенные форме треугольника на полу в середине табеля раздается тройной стук кандидата мастер отвечает на это тремя ударами молотка и вопрошает кто там ну кого там несет в это чертово время хотя сами масоны описывают ритуал инициации в члены братства как красивую церемонию в качестве одного из атрибутов в нем выступает веревочная петля трудно сказать является ли она угрозой призывом хранить молчание или просто символом пуповины как они сами утверждают но в любом случае это достаточно необычно масоны считают что восток символизирует возрождение они воспевают солнце движущиеся по небу все солнце какие ты слова знаешь масонские ложи как правило ориентированы с востока на запад чтобы контролировать солнечную энергию для своих собственных целей всемирная демократия во все времена является заветной мечтой философов классической школы на пути к использованию этой великой общественной цели они разработали множество программ в области образования религии и социального поведения которые в результате своего применения должны будут привести к установлению на земле всеобщего братства для достижения поставленных целей эти древние ученые объединили свои усилия с мистическими братствами в египте греции индии и китае возникли государственные мистерии ордена посвященных жрецов философов формировались как суверенный орган для наставления консультирования и руководство правителями государств цитата окончена тайная судьба америке менли палмер холл в любой войне если противник умен в первую очередь ликвидирует жрецов паста за что вроде с виду приличные люди небось усомнились верности курса на еще более полную стабилизацию братская цепь это не просто символ единства и знания в масонстве а глубоко значимая идея объединяющая людей в единую систему ценностей и взаимопонимания братская цепь это один из древнейших ритуалов масонства когда все члены ложи во время церемонии открытия или закрытия работ встают в круг взявшись за руки символизируя всемирное братство и дружеские узы масонов в масонской традиции братская цепь ассоциируется с понятием эгрегора энергоинформационной структуры создаваемой совместными усилиями группы людей она символизирует не только физическую связь между людьми но и невидимую мистическую связь возникающую из общих стремлений и идей итак мирянин взыскующий масонского света и решивший вступить в ложу становится масоном посредством ритуала и инициации или посвящения в первый градус масонство делится на три этапа первый этап это символическое масонство существует три градуса это ученик подмастерия мастер следующий этап четвертого по 32 градус это этическое масонство в 33 градусе заканчивается этическое масонство он более такой знаете как как своего рода награда да за прошедший путь из 34 градуса по 90 градус это эзотерическое масонство когда в каждом градусе изучается академически та или иная традиция прежде чем ему будет позволено вступить в храм правое колено кандидата обнажается левая нога с надетой туфлей обувается в сандалии глаза завязываются платком и в таком виде он оставляется на некоторое время наедине со своими мыслями в комнате для размышлений которую охраняют изнутри и снаружи несколько братьев вооруженных мечами вместе с кандидатом остается лишь брат рекомендовавший его в ложу однако разговаривать им запрещено камера узника это аллегория на камеру размышлений в масонских ритуалах инициации камера размышлений заполнена символами смерти и тления в комнате посвящаемого просят поставить символическое завещание в котором поименованы его обязанности речь прежде всего идет об обязанностях человека как личности и в отношении себя самого и в отношении мира ибо перед лицом посвящения непосвященный как бы умирает а его завещание будучи отражением сознания человека готового к новой жизни является пропуском для входа в храм стены камеры размышлений окрашены в черный цвет что символизирует материнскую утробу из которой должен выйти профан то есть непосвященный на стене в том или ином виде находится алхимическая символика со старинной формулой vitriol эта аббревиатура означает фразу что в переводе с латыни посети недра земли и очищением обретешь сокрытый камень речь идет о том самом философском камне который профаны обычно понимают под неким минералом способным превратить любой металл в золото пребывание посвящаемого в камере размышлений считается символическим очищением стихии земли земли полно воздух почти весь у вас огонь сами тушите еще и воду не отнимать земля вода огонь и воздух это четыре основные стихии природы каждый элемент связан с одной из сторон света огонь юг вода запад воздух восток земля север управление этими стихиями или элементами это магия в оккультных произведениях всегда стараются упомянуть эти стихии четыре элемента природы вода огонь земля воздух терновник отсылает нас к образу иисуса христа перед казнью иисуса солдаты надели ему на голову венок из терна чтобы острые шипы еще больше увеличили страдание христа а христиане почитают этот венок как символ того что христос все же стал лидером многих людей пройдя через распятие и воскреснув терновый венец символизирует то что страдания ведут квинцу победителя почему столько отсылок библейскому проекту да потому что библия для масонов книга мудрости книга священного закона покоящаяся на алтаре вместе с циркулем наугольником и линейкой на библии приносятся клятвы при открытии работ библия открывается а при закрытии закрывается страница на которой открывается библия определяется ритуалом градуса в котором проходят работы масонской мастерской масонские собрания масонской терминологии называются масонскими работой существует два вида масонских работ первый вид масонских работ это не статически инициатически когда кого-то посвящает в тот или иной градус или назначает какую-то должность второй вид работ это регулярные зодческие для того чтобы перейти в другой градус нужно сдать определенную дипломную работу градус извините это уровень и на вас называют радуса это уровне да это степень степени посвящение чем выше градус тем больше доступ какой-то информации скорее немножко иначе чем выше градус тем больше есть у человека возможности и времени прийти к следующему в символических ложах древнего и изначального устава мемфиса мицраима во время работ первого градуса библия раскрыта на первой главе евангелия от иоанна во время работ второго градуса на второй главе второй книги парали поминон во время работ третьего градуса на 6 7 главах третьей книги царств у нас есть атомная бомба во множестве вариантов у нас есть супер бомба чего еще вы хотите единорогов долгое время обязанности одного из символов самого иисуса христа в восточном и особенно западном христианстве исполнял единорог еще в дохристианские времена единорог считался воплощением чистоты и мудрости а его рок врачи древности считали лекарством от всех болезней церковь посчитала единорога достойным того чтобы быть символом христа изображение единорога можно найти в миниатюрах византийских летописей в западном христианстве единорога обычно изображали рядом со святыми девами в знак их непорочности начиная с ивана третьего и вплоть до петра великого единорог был частью герба русского государства герба русского государства